Доброе утро дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. Сегодня 7 апреля 2019 года и нашим деткам скинье исполнился один день. Сегодня вечером в 11 вечера начала 12 будет двое суток, вот так можно сказать. Что хотела рассказать? Я вообще в полном восторге. Во-первых, не могу подобрать даже слов от перезбытка эмоций. Уже вчера в течение дня малыши скинье, помимо того, что сосали мамочку, сами стали проявлять интерес к зелени, к листовому салату, к салату айсберг вот положила, укроп, петрушка, потом к сену, поэтому положила отдельно из сенника сено малышам. То есть, несмотря на то, что детки сосут мамочку, они самостоятельно уже вчера на первый день, еще даже сутки, еще день, сутки не наступили возраста, они начали самостоятельно кушать вот сочку зелень. При этом они сосут мамочку, все по очереди, они пытаются умываться передними лапками, выглядит это совершенно потешно. Сейчас вот раннее утро, детки пососали, видите, спят. Просто я мамочке принесла свежую зелень на утро, и вот двое малышков проснулись, проявляют интерес покушать зелень, а два сытенькие спят рядышком. Все малыши стараются укрыться рядом с мамой, так, видимо, им теплее, но в течение дня они передвигаются здесь вот на этой части стеллажа, так как, кто подписан на наш канал, вы помните, перед тем, как мы ждали рождения, вот появления на свет этих малышей, мы сделали Маргошеньке абсолютно новый, стеллажик большой, длина метр двадцать, ширина семьдесят сантиметров, потому что мы понимали, что малыши родятся, мы не знали, сколько их будет, но мы понимали, что они будут расти, и поэтому им нужен большой стеллаж для того, чтобы они могли резвиться, бегать, и заранее подписчики нашего канала знают, а кто не знает, могут посмотреть в плейлистах, заранее подготовились к моменту появления наших деток, построили большой стеллаж для Маргоши, такой же, в котором живет у нас Лилечка, где жила раньше Маргошенька, все вместе они жили, но вот он, пожалуйста, я вам его сейчас аккуратненько покажу, то есть вот он такой длинный, как обычно у нас, и в углу здесь у нас, как всегда, стоял туалетик, вы помните, да, но в связи с появлением малышей я туалет убрала, потому что там есть сеточки, я боюсь, не дай бог, малыши поранят лапки, оставила только вот эту безопасную многоразовую пеленку. Пока детки сидят вот здесь на мягком матрасике, это вот в ширину он получается на семьдесят сантиметров, переставила туда сенек, чтобы мамочка от них далеко не убегала, убрала туалетик в избежание, не дай бог, травмы лапок у деток. И что меня удивляет, вот в этот пустой подносик, на котором раньше стояли вот эти мисочки с едой, видите, я мисочки с едой с этого подносика, на котором раньше они у меня стояли, передвинула просто поближе к роженице, чтобы она могла кушать, не убегая от деток. Так теперь она в этот пустой подносик вместо туалета бегает, а туда писает, туда у нее теперь туалет. Ну и здесь у нее, правда, еще осталась и поилочка. Вот. В общем, молодец, мне очень нравится такая чистоплотная мамочка. Она не писает там, где ее лялечки сидят, она бежит в тот уголочек и писает. Так, аккуратнее с сенником. Моркошка детей напугала. Так, она сено у нас достает. Вот такие карапузы. Нам сегодня всего лишь один день. Мама их напугала сенник носом. Да, она сено так достает. Но если я его выну из этого сенника, она его просто затопчет, пописает на него, покакает. Мне бы не хотелось. У малышей вот тут лежит чистенькая. Смотрите, вот он умываться пытается. Боже, дорогие друзья, это такое чудо. Я, если честно, даже не представляла. Я знаю, я привыкла, что все новорожденные малыши, они беспомощные, слепые, глухие. Свинки сразу все видят и слышат. Поэтому я стараюсь разговаривать негромко, чтобы новорожденных ребяток не напугать. Потому что у меня все еще не укладывается в голове, Как могут ребятки, которым 2-6 часов от жизни вести себя таким образом, как будто им уже, не знаю, месяц, как будто это взрослый поросеночек морской. Просто вот уменьшенная копия мамочки. Умываются. Сено, смотрите, жуют. Ну, не говоря уже о том, насколько они мимишные. Посмотрите, какие у них огромные ушки. Особенно вот тот, который спинкой к нам сидит. Честно вам скажу, мы брали их только, когда они родились, потому что мы их обтирали, чтобы они были сухие, чтобы они не замерзли. И сразу взвешивали вес при рождении. Возможно, скорее всего, сегодня вечером я попробую взвесить еще, потому что за весом надо следить. Но тут же я читала такую информацию, что если брать свинок в ручки, мама может отказаться их кормить. Поэтому мне, откровенно говоря, и страшно. Так как это мои первые малыши свинок, я боюсь что-нибудь сделать не так. Я боюсь навредить, я боюсь напугать. Я боюсь взять в руки, чтобы был мой запах, а потом мама перестанет их кормить. В общем, страхов у меня много, потому что очень хочется, чтобы малышам было хорошо. Они настолько прелестны, очаровательны. Не буду долго снимать деток, так как я знаю, что как только я отсюда с камерой уйду, мамочка успокоится, спокойно сядет. Мамочка там капустки нашла. Давала мамочке китайскую капусту еще. Вот этот черненький ребеныш у нас родился самый малыш. Он родился 90 грамм, вес у него был. Потом был еще малыш 97 грамм. Уже в пятнышках там их трое, таких белочерненьких. И два по 117. Так как у мамочки их много, вот они вот такого веса. Для морской свинок, ну все, скажи, давай маме сисю, я пришел. Да, мама увлеклась, она нашла там кусочек китайской капусты, за сенек завалился. Вот она наша мама. А рядом тут сидит у нас папа. Шуик. Жует тоже капусту. В отдельной клеточке рядом, я имею в виду, не в этом стеллаже. Шурик, покажись. Шурик временно переселен вот сюда. Это фертпласт у нас клетка. Не стеллажик, а клетка. Так как два стеллажа больших занимают у нас Лилечка и Мила. Поэтому временно пока мужчина в гордом одиночестве. Но это папа этих малышей. Он рядом со своими детками. Со своей женой. Они переговариваются, тут разговаривают. Вот эти детки делают потягушки. Мама пошла куда-то, наверное, попищать или попить водички. Я ее пугаю. Видите, не хочет она, пока я здесь стою с камерой, отходить далеко от ребяток. Да, Шурик, да. Твои красивые детки. Твои красивые детки. Одна детка, видите, чисто черная. Папина копия. Остальные больше на маму похожи по цвету. Маргошенька, когда была маленькая, она была тоже почти вся белая в пятнышках, в черных. А потом пошел у нее пигмент, и она стала почти вся. Вот видите, но она, конечно, не черная. Тут видно, что у нее были пятнышки, и животик еще белым остается. У малышей такие интересные задние ножки и передние. Они такие длинные, как у зайцев, смотрите. Вот у взрослой свинки такого не видно. Кажется, что у нее какие-то коротенькие такие неуклюжие ножки. На самом деле, вон они какие. Как у зайца длинные задние лапки. Бигфуты такие. Вот что-то из кино напоминает. Из мультика, да? Какие-то нереальные просто. А уши, уши, это вообще что-то. Дети спят. Я еще подсветку для камеры включила. Видите, они щурят глазки. Если я выключу подсветку, им, конечно, будет приятнее глазки, они откроют. Но тогда не будет видно ничего, что я снимаю. Детки разговаривают. Они вчера уже тут ню-ню-ню, тя-тя-тя, какие-то звуки издавали. А складочек-то сколько. Посмотрите, сколько складочек. Как шарпейчик. Мама распугала своих малышей осенником. Мама распугала своих малышей осенником. Не буду долго сейчас мучить малышей включенным светом. Все-таки я здесь держу приглушенное освещение. У меня здесь над стеллажом маргошеньки полочка. Вот у меня тут цветочки, кубки с выставок моих собачек. И тут подсветочка у меня для цветочков. Собственно, через полочку у меня получается подсвечиваем мы стеллажик маргоши. А сейчас я сделала дополнительную вот эту подсветку просто для того, чтобы было видно поросяток. В остальной промежуток времени у нас тут приглушенная подсветка через полку. В стеллаж попадает немного. Просто для того, чтобы мы видели, что с малышами все в порядке. И может быть что-то добавить, там сено доложить, или там водичку мама выпила. Или под носик, смотрите, она ему попочку моет. Ой, какой-нибудь мамки, смотрите, прелесть какая, ребят, ой. Он ее в ушко целует, ребеночек. Я буду ежедневно, примерно в одно и то же время, делать видеозаписи. Для того, чтобы мы вместе с вами, кому интересно, могли наблюдать, как они будут меняться. И буду подписывать, какой возраст у малышей и какие у нас происходят изменения. Поэтому, если вы не подписаны на наш канал, и вам интересно понаблюдать, как растут от рождения до возраста месяц малыши с кинни морской свинки, приглашаем подписаться на наш канал. А также у нас есть аккаунт в инстаграм. Ссылочки будут оставлены в описании под данным видео. Для инстаграм я снимаю отдельные видео, там немножко другие видео. Они, конечно, покороче, но если, скажем, с целью посмотреть, как развиваются малыши, как они прибавляют в размерах, что у них меняется в поведении, я думаю, даже одной минутки ежедневной видеосъемки в одно и то же примерно время будет достаточно, чтобы сделать какой-то вывод. Сегодня вечером я все-таки постараюсь их взвесить, именно в то время, когда они родились, записать, чтобы ввести статистику прибавления веса малышней. Несмотря на то, что мне очень страшно их брать на ручки. Очень. Но это чудо. На это можно любоваться часами. Часами. Они такие вообще потрясающие, честное слово. Обратите внимание, как неплохо выглядит мамочка. Когда она родила, я думала, она прям такая вся похудела, такая вся. Ой-ой-ой, бедная мамочка, 4 малыша, ей еще надо их кормить. Это ее первой роды, она молодая мамочка. Обратите внимание, как она все понимает и трепетно заботится о своих малышах. Я боялась, что малыши будут драться из-за сосочков. У мамочки морской свинки всего 2 сосочка. А у Маргоши 4 малыша. Я очень переживала, что будет кому-то не хватать молочка. На самом деле, я очень часто захожу издалека, подглядываю, что у них там происходит. Тишина, мир, дружба, жвачка. Все здорово. Все под мамочку прячутся. Как-то они умудряются туда помещаться. И в тепле мамочки они спят. Так как свинка у нас бесшерстная, она очень-очень теплая. Если взять ее на ручки, она, ну, так скажем, прям вот очень теплая. У меня были шерстные свинки. Шерстную, когда берешь на ручки, через шерсть не чувствуешь тепла ее тела. А здесь шерсти нет, я чувствую температуру тела морской свинки. Ну, сейчас пойдут сосать молочко у мамочки. Да, несмотря на то, что мама чем-то занята. Что-то ей там надо в этом сеннике. Точнее, за сенником почему-то. Ой, ой, расплакались. На этом, дорогие друзья, я буду заканчивать это видео, чтобы не беспокоить ребяток. Пускай они будут пососут молочко, мамочка успокоится, как только я уйду. И повторяю, кому интересно наблюдать, как будут развиваться эти крошки, приглашаем подписаться, кто не подписан на наш канал. А также в Инстаграм у нас есть нашего питомника. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марине Стик. Здоровья вам и вашим питомцам. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.